Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии. Ишаия, 23 глава. Маса, Цор. Цор, синодальном переводе Тир. Этот город существует до сих пор. Цор – это Сур, расположенный в южной части Ливана. Пророчество об этом городе, финикийском городе. В XII веке до н.э. этот город стал главным финикийским городом. Пророчество об этом городе, о его судьбе содержится не только у Исаии, но и у многих-многих других пророков. У Исаии вся 23 глава посвящена судьбе Цора, Тира. Тир, собственно, Цор, значит «скала» на семитских языках. На финикийском языке, значит «скала». Это действительно представлял собой вид этот город. Город располагался на скалистом острове неподалеку от берега. И поскольку город располагался на острове и был достаточно фортифицирован к тому же, он фактически был неприступным. И вот здесь говорится о разрушении, о захвате Тира и о его разрушении. Тир пытались захватывать многие захватчики. Ассирийские, Вавилонские, Салмонасар, Синнахириб, Навуходоносар. Но взять Тир они так и не смогли. Это удалось Александру. В 322 году до н.э. Александр Македонский захватил таки Тир. Ему помогли вот какие хитрости, вот какие выдумки. Он сделал, прежде всего, он сделал Цор из острова полуостровом, насыпав с помощью многих рабов. Перешеек сделал, сделал насыпь и соединил таким образом город. Остров Цор соединил с континентом. Но, как говорят историки, это вряд ли ему все-таки помогло бы захватить город. Город был очень укрепленным. И на помощь пришли армии, точнее флоты других финикийских городов. Финикийский союз городов, государств. Давно уже прекратил свое существование к тому времени. И каждый город вел себя по-разному. И вот такие города, как Библ, как Сидон и другие города, они помогли Александру захватить, окружив город своими флотами. И обрушив на него таким образом всю свою военную мощь. И вместе с Александром они захватили. До 30 тысяч человек было захвачено. Тогда многие погибли. И самых главных, самые передовые части оборонявших Александр распял на крестах. По-разному называют цифру распятых. Я читал о цифре 2000 человек. 2000 человек, мужчин, оборонявших тир, были распяты на крестах. Александр очень широко применял этот вид казни, заимствованный у персов. Он очень быстро обучался у восточных деспотов и тиранов. Вообще эллины были очень хорошо абсорбировали все восточные культуры, в том числе с тем, что связано с казнями. А персы были, пожалуй, самыми изощренными по всем видам казней, превосходя в этом даже сирийцев. Самые изощренные виды мучений они придумывали. И вот крест, персидское изобретение, был широко применяем в эллинистических войнах, начиная с Александра. Так вот, этот самый город Цур, этот тир, не смогли захватить. И во времена Исаия он оставался неприступным. Однако Исаия пророчествует о его гибели, о его падении, о его захвате. По-разному можно это понимать. Некоторые авторы относят это пророчество к более близкой Александру эпохе, а некоторые считают, что нет. Все-таки 23 глава составлена в 8 веке до Рождества Христова. И рано или поздно, согласно пророческому предвидению, согласно откровению, полученному пророком от Господа, тир, как апофеоз такой вот неприступности человеческой, направленной в том числе и против Бога, он должен таки пасть. И в 23 главе предвозвещается о его падении. Начинаем читать. «Рыдайте корабли Фарсиса». Фарсис, Таршиш — это дальняя, может быть, самая отдаленная тирская колония. Ну, известно, что финикийские колонии основывали именно жители Цора, жители Тира. Каких-то подтвержденных данных о том, что жители Сидона основывали колонии, нет. А вот жители Тира основали множество колоний и на Кипре, и в Сардинии, и в южной части Испании. Тортесское потом возникло царство, Северная Африка, самая известная, это, конечно, Карфаген. А также они доходили сквозь Гибралтарский пролив, проходя, осваивали побережья, Атлантические побережья Африки и Европы. Основали они колонию Олиссипо, которая потом получила самостоятельность, независимость и стала Лиссабоном. Фигера-де-Фош, севернее Лиссабона, там нашли множество археологи, нашли финикийских артефактов. Они доходили даже до Британских островов, откуда привозили Олова. Потом сам Карфаген и Тортесское царство сами занимались колонизацией, то есть как бы уже вторичная колонизация шла. Некоторые ученые допускают, что финикийцы могли огибать Африку, обходить на своих кораблях, достаточно передовых для того времени, обходить Африку, но только не с запада на восток через юг, не против часовой стрелки, а по часовой. И действительно, в Софале и вообще вот северный Мозамбик, еще чуть севернее Танзания, там обнаружены были финикийские какие-то артефакты. Как они туда попали, неизвестно, и, скорее всего, там тоже могли быть какие-то финикийские колонии. В общем, за две с половиной тысячи лет до Вашкудагамы финикийцы могли ходить вокруг Африки. Это им позволяло, передовое по тем временам кораблестроение и всякие способности к навигации. Это были первые, собственно говоря, колонизаторы, первая такая морская держава, опередившая Португалию на две с половиной тысячи лет. Мировая морская держава Финикия. И вот Таршиш был одним из дальних, можно сказать, форпостов. По-разному локализуют его. Кто-то локализует, итальянцы, естественно, любят локализовать в Сардинии, потому что это их итальянский город. Испанские библеисты любят локализовать в Андалусии, Тартесское царство. Вот. Португальцы любят локализовать на Атлантическом побережье. Ну, собственно, у них там другого и нет, у них все побережье Атлантическое. Локализуют или в Лиссабоне, или в Фигера-де-Фош. В общем, где-то на побережье современной Португалии. Так вот, где бы там ни находился Таршиш, форсист синодального перевода, именно туда от лица Господня бежал пророк Иона, то есть на самый край земли в противоположном направлении по отношению к тому направлению, куда его посылал Всевышний. То есть вместо того, чтобы идти в Нинвэ, в Ниневью, он спустился на корабль. На корабль именно спускаются. Они восходят, как в русском языке. Вот. Спустился в самый трюм этого корабля и отправился в самую далекую точку обитаемого мира, известного тогда людям. И отправился он в Таршиш. Вот здесь корабли Таршиша были известны. Они не раз упоминаются в Священном Писании. Таршишские корабли, форсистские. Вот здесь они тоже упоминаются. Кораблям Таршиша некуда больше будет плыть, потому что город этот Таршиш будет разрушен. Ничего о разрушении Таршиша древних времен мы не знаем. Как, собственно, о самом Таршише. Достаточно загадочное место. Но оно существовало, несомненно, поскольку о нем много раз упоминается в Священном Писании. И вот он будет разрушен. Корабли Таршиша тоже будут, видимо, разрушены. Нет домов и некому входить в дома. Поэтически он, пророк, призывает рыдать сами корабли. Без кораблей нет торговли, нет коммерции, поэтому, когда город разрушен, то и корабли никому не нужны. Некому входить в дома. Город оставлен, покинут. Дальше еще будет об одном покинутом городе говориться. Так им возвещено из земли Китийской. Земля Китим, на иврите Китим, это Кипр. На Кипре были ближние колонии финикийцев. Вообще, финикийские города-государства, они от современной приморской части Сирии до центральных приморских районов государства Израиль, их очень много было по всему, фактически, восточному побережью Средиземного моря. И вот Тириане, в частности, жители Цора, они основывали много колоний. И вот в самой ближайшей колонии, располагавшейся в полутора сотнях километрах, находится остров Кипр, и там финикийцы основывали свои колонии. Они обычно, эти колонии, колонисты жили на берегу, город был, флот, порты, но глубь территории они не осваивали. Они вели торговлю с местными жителями, это, естественно, оборонялись от них. Но захватывать их не собирались, они привыкли жить на берегу моря. И внутренние территории, территории страны, они обычно не захватывали. Так было в финикийских колониях, факториях. В Северной Африке, в Испании, на Сардинии, на западном побережье Пиренейского полуострова, где бы то ни было. Дальше продолжает призывать пророк, умолкните обитателей острова, которые наполняли купцы, седонские, плавающие по морю. Купцы седонские, они, так же, как и тирские купцы, они плавали по морю на своих кораблях финикийских. Известные, сохранились рисунки этих финикийских кораблей, очень передовые по тому времени суда. И здесь обитатели острова, острова Киттим, то есть острова Кипр, они призываются умолкнуть обитателей острова, которые наполняли купцы седонские. Вот житель города, город Сидон, славился своими купцами, именно торговцами, не столько даже флотом, сколько торговлей. Сайда, нынешнее в Ливане, севернее Тира, там находят развалины древнего Сидона. Цидон. Так на священном писании произносится этот город согласно масоретской огласовке. Второй стих. Дому Йошвей и Сохер-Цидон. И это остров Сохер-Цидон. Ну, синодальный период предпочитает переводить множественным числом, хотя здесь Сохер, торговец, купец в единственном числе. Видимо, имя собирательное в данном случае. Плавающее по морю. Ну, некуда им больше будет, не с кем будет больше общаться с жителем Киттима, потому что купцы седонские больше к ним не приплывут. По великим водам привозились в него семена Шихора, жатва реки, и был он торжищем народов. Вот этот самый остров, Кипр нынешний, он был торжищем народов. То есть там был такой торжок. И даже не торжок, а торг. Большая, видимо, ярмарка была. Разворачивалась и семена Шихора. Шихор — это или Нил, скорее всего, река, или это один из рукавов Нила, один из рукавов дельты, скорее всего, второй вариант. Чрезвычайно плодородная в Египте расположенная дельта реки Нил. Очень широкая. Нил разделяется на множество рукавов. Земли, не требующие искусственного рошения, житница Средиземноморья. Даже в римскую эпоху и в византийские времена это была житница империи. И в древние времена тоже семена, урожай Шихора, урожай Египта, урожай дельты. Они привозились, конечно же, египетскими тоже кораблями и кораблями Сидона. Была международная торговля. Доставлялись на Кипр, на Китим, где они продавались для других народов. «Устыдись, Цидон, ибо вот что говорит море, крепость морская». Одушевляет, пророк, и города, и вот в данном случае остров одушевляет, и крепость, и море само одушевляется, ям. В поэзии поэту все свойственно одушевлять, да? Я спросил у Ясеня и так далее. Поэт может одушевлять деревья, травы, ветры, горы, неодушевленные предметы. Вот в данном случае одушевляется море. Крепость морская, что говорит море, крепость морская. «Как бы ни мучилась я родами и не рождала, и не воспитывала юношей, не взращивала девиц. Когда весь дойдет до Египта, содрогнутся они, услышав о тире». То есть все эти юноши и девицы, несмотря на все муки этого великого города, они погибнут, когда будут захвачены неприятелем города и Цор, и Цидон. Ну и, конечно, Киттим. «Когда весь дойдет до Египта, содрогнутся они, услышав о тире». Египтяне, Митсраим, они содрогнутся, услышав об этом, о погибели неприступных крепостей. Особенно неприступен, конечно, был Цор. Ну, Цидон тоже был достаточно защищен, но его захватывали все-таки еще и ассирийцы, еще в среднеассирийскую эпоху. В начале ранее новоассирийской державы один из ассирийских царей хвастается, что он захватил Цидон, примерно 10-11 век до нашей эры, и там отправился на финикийском корабле охотиться на дельфинов. Цидон подвергался захвату в отличие от Цора. Цор до Александра никто не захватывал. Его осаждали, подвергали осаде, но захватить не смогли. Переселяйтесь в Таршиш, рыдайте, обитатели острова. Призываются здесь переселяться в Таршиш, то есть самые дальние места, обитаемые цивилизованными на то время людьми. кто призывается, о каком острове идет речь. Цор это тоже остров, и Китим остров, и Цор остров. Можно понять и так и сяк. Может быть, жители Цора призываются, скорее всего, судя по контексту, а может быть, вполне допустимо, что и жители Китима. Жители вот этих Китим. Это ли ваш ликующий город, которого начало одней древних, ноги его несут, его скитаться в стране далекой? Ну, вот здесь речь идет уже о городе, а не об острове, поэтому явно, что речь идет не о Цидоне дальше. Вот Цидон дважды появляется во втором-четвертом стихе, но дальше речь продолжается о Тире. В восьмом стихе мы это увидим в следующем, через стих. Да, это ли ваш ликующий город, которого начало одней древних, ноги его несут, его скитаться в стране далекой? Жители города отправляются скитаться в далекую страну, потому что их город захвачен, спасается кто как может. Ну, как в 20-м году, в конце 20-го года из Новороссийска и из Севастополя отправились последние корабли генерала Врангеля. Кто определил это Тиру, который раздавал венцы, которого купцы, князья, торговцы знаменитости земли? Тир был великим городом, и у него в вассальной зависимости по отношению к нему находились многие финикийские, не только страны, государства, богатые города. И торговцы тирские, и правители Тира, и царь Тира раздавали венцы своим вассальным подчиненным им царькам других городов. Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой слабой, чтобы унизить все знаменитости земли. Знаменитости земли, правители земли, вожди земли, здесь синодальный перевод придерживается интерпретативного перевода семидесяти, септуагинты, знаменитости земли, ну, в еврейском тексте просто жители земли, здесь знаменитости земли, вожди, правители земли. Вот они будут унижены, унижены будет сам Цор, его правитель, и зависимо от него города и страны тоже будут унижены, то есть покорены и лишатся всякой своей славы. Слава была очень велика, город был чрезвычайно богатым, коммерция, торговля и в те времена делала города богатыми, как и сегодня, все знают, насколько богат Екатеринбург и насколько беден Йошкар-Ола, потому что Йошкар-Оле торговать не о чем. Ходи по земле твоей дочь Таршиша как река, нет более препоны. Дочь Таршиша, дочь Фарсиса, часто город изображается в виде девы, ну или в виде вдовицы, в виде женщины. Все города, и Таршиш не исключение, на иврите женского рода, поэтому женский образ при метафорическом описании того или иного города. Почему она должна ходить как река, бродить, то есть некуда ей деться, некуда деться Таршишу, нет более препоны. Вот река, если есть препона у реки, река находится в своем русле, если препоны нет, она разливается. Вот сейчас, в этом году, чрезвычайно разлит Енисей, подтопила Красноярск, вот, и река вышла из своих берегов. Раньше это было, когда гидроэлектростанции не было, особенно часто, много раз затапливало Енисейск, другие города, да и в европейской части страны, вот, заливные наши знаменитые луга, пойма, камы, волги, других наших великих русских рек. Ну, сейчас, с одной стороны, эти гидроэлектростанции, они губят реку, конечно, но с другой стороны, они ее контролируют, эту реку, река остается в своем русле и не подтапливает, не затапливает, вот, но нынче было в этом году, этой зимой, столько снегу в Саянах, что Енисей переполнился, и никакая Саяно-Шушенская ГЭС, ни Майинская ГЭС, ни Красноярская не могут сдержать это огромное количество воды, растут, растет количество сбросов воды, и вода сбрасывается из водохранилищ чрезмерно, ну, что водохранилища тоже небезмерная, вот, и подтапливает, вот, набережную, прямо в городе, в самом Красноярске, причалы все подтопило, вот, так же и здесь, если есть припона, если есть запруда, если есть гидроэлектро... просто, не было тогда гидроэлектростанции, но были, припоны были запруды, и реки часто, маленькие реки, перегораживали, вот, а здесь Торшиш сравнивается с рекой, Дева Торшиш, и она теперь вышла из своих берегов, ей некуда деться, она, может быть, жители Торшиша тоже должны куда-то отправиться в скитание. Он простер руку свою на море, потряс царство, Господь дал повеление Ханаане разрушить крепости его. Все это устроил Господь, и падение Тира, и падение Сидона, и судьба Торшиша, все в руке Божьей. Здесь Ханааном, Кнаан, называется, скорее всего, тоже Финикия, финикийские города. Ханаанские племена соседствовали с финикийскими городами. Ханаан – внутренняя часть, а финикийские города на побережье внутрь страны финикийцы не шли. И сказал, «Ты не будешь более ликовать посрамленная девица дочь Сидона. Вставай, иди в Киттим, но и там не будет тебе покоя». Дева Торшиш в поэтическом образе поэта становится Девой Сидона, Девой Сидона, и должна найти в Киттим посрамленная девица. Захват города – это как обесчещение девы. Захватить город на поэтическом языке – это значит его обесчестить. Вот почему образ обесчещенной девы – она посрамлена. Враги захватили Сидон. Дева – это образ Сидона. Метафора. Вот земля халдеев – 13 стих. Откуда вдруг берутся халдеи? Большая загадка для экзегетов. Ни один экзегет толком не может растолковать и объяснить 13 стих. Древние переводы тоже не помогают. Ни греческий перевод, ни латинский, ни арамейская парафраза, ни пиши-то сирийская. Не смогут нам помочь разобраться в этом стихе. Но, быть может, пророк имеет в виду, что из земли халдеев придут как раз захватчики Тира и Сидона. Этого народа прежде не было, то есть халдеев, ну, как и никакого другого народа. Ассур положил ему начало из обитателей пустынь. Ашур, Ассирия. Они ставят башни свои, разрушают чертоги, его превращают его в развалины. Сидон, видимо. А может быть, Тир тоже. Рыдайте корабли Таршиша, ибо твердыня ваша разорена. Вновь звучит призыв кораблям Таршиша рыдать. В первом стихе этот призыв звучал и повторяется этот самый рефрен «Рыдайте корабли Таршиша». И соединяется 14 стих с первым стихом. Твердыня ваша разорена. Разорен Таршиш, разорена разорена метрополия, то есть Цор и разорен Сидон. И будет в тот день забудут Тир на 70 лет в мере дне одного царя. По окончании же 70 лет с Тиром будет то же, что поют облудницы. Тир станет никому не нужен. И вот дальше 70 лет, интересная, конечно, часто встречается в Библии. 70 лет длился Вавилонский плен. Вот здесь встречается 70 лет. В других местах мы встречаем этот срок. в мере дне одного царя. Ну, не только царя, вообще жизнь каждого человека 70 лет, при большей крепости 80, говорит псалмопевец. Так что же поют облудницы? Дальше цитата. Пророк цитирует какие-то любовные куплеты, куплеты, посвященные блуднице в таком жанре любовных куплетов. Возьми цитру, ходи по городу забытая блудница. Играй складно, пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. Старая всеми забытая блудница, которая уже никому не нужна, потерявшая свою привлекательность, она вынуждена как-то клиентов к себе зазывать с помощью цитры, петь складно, много песен, чтобы на нее обратили внимание. Вот так же будет выглядеть тир никому не нужный. Когда-то все стремились к нему, все стремились в тир, как на Манхэттен, вот, чтобы там на Уолл-стрит делать деньги. Теперь с тиром денег больше не сделаешь. Вот, явно, что в этом образе ясно, совершенно в этой метафоре показывается, что коммерция, что такое коммерция, ее прообразом, ее образом, ее метафорой служит проституция. Коммерция — это проституция, только не в прямом, а в переносном смысле. Так оно было тогда, так оно есть и сейчас. И будет по истечении семидесяти лет, Господь посетит тир, и он снова начнет получать прибыль свою, и будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей Вселенной. Эта тема будет повторяться у Иезекииля, но уже не по отношению к Тиру, а по отношению к Вавилону. Эта тема у Исаии уже была, в Апокалипсисе она будет повторена. Такая расхожая тема, тема того, как великие города, великие царства с помощью коммерции они как бы блудят со всеми другими царствами, государствами. получать будет прибыль свою, блудодействовать со всеми царствами земными по всей Вселенной. Вином ее блудодеяния будет сказано в Вавилоне, упивались все народы. Здесь этот образ блудницы, зона не блудница, точнее перевести, а проститутка, этот образ применяется к Тиру. Торговля, проституция, это одно и то же по сути, коммерция. Та коммерция, которую вел Тир, естественно, в самой по себе торговле нет ничего плохого, люди сколько себя помнят, настолько и торговали друг с другом, и всегда была торговля, всегда были деньги, но вот апофеоз этой самой торговли, этой коммерции, это, конечно же, финикийские города, первый из которых Тир, Цор. Но торговля его, ее, конечно, в еврейском тексте, потому что это города женского рода, торговля ее и прибыль ее будут посвящаемы Господу, не будут запертые и уложены в кладовые, ибо к живущим пред лицом Господа будет переходить прибыль от торговли его, чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную. Живущие пред лицем Господа, по всей видимости, жители Иерусалима, и вот пройдет 70 лет, непонятно от какого времени до какого рассчитывать, когда эти 70 лет прошли или еще пройдут, но Тир вновь будет великим городом и вся прибыль от его торговли пойдет не на идолов, пойдет не на обогащение жителей Тира, а на живущих пред лицом Господа, предживущих в Иерусалиме. Им принадлежит прибыль от торговли. То есть Тир будет служить Господу, храму Господню Иерусалиму, который будет центром Нового Мира в этом видении пророков. Здесь открывается в 18-м заключительном стихе 23-й главы как бы эсхатологическая перспектива. Следующие главы 24-я и дальше по 27-й включительно они будут носить исключительно эсхатологический характер. И вот здесь последний стих 23-й не эсхатологической в общем-то главы, имеет эсхатологическое содержание последний стих и перекидывает мостик к следующему разделу книги пророка Исаии. Следующий раздел на нем мы поговорим при следующей нашей встрече начинается с 24-й главы. А 23-я глава заканчивает большую обширную часть книги Исаии. 11 глав этот раздел охватывает с 13-й по 23-ю мы выделяем его в отдельный раздел, потому что в нем содержится пророчество о народах. Все другие главы в их центре, всех других глав, конечно же, судьба иудейского народа, израильского иудейского, двух братских народов. Хотя о других народах тоже говорится, но мимоходом или по отношению к этим двум. А вот судьбы других народов, судьбы окружающих Израиль и дальних народов, дальних островов, о них рассказывается в 13-й и 23-й главах книги Исаии. Мы закончили читать этот раздел. Запись делается для библейского портала Экзегет. Продолжение следует...